Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я являюсь пробужденным мастером с 2004 года Когда в моем сознании произошел такой переломный момент К которому многие стремятся И, наверное, каждый из нас стремится к осознанию себя в своей исконной природе божественной. Все об этом много-много читают книг, но очень трудно действительно увидеть это своими глазами, ощутить всем своим телом, всем своим сознанием, полностью вывернуться в это божественное сознание. Ну вот я всем своим существом к этому стремилась, сам на юности своей. И произошло это как раз в Владивостоке, то есть на Дальнем Востоке. И с тех пор, уже много-много лет, я стала... Любовь, принятие, единение всех нас, это еще и пробуждение каждой души в нашем едином сознании. Это очень важно сейчас, именно сейчас, когда мы живем в такое время активного повышения вибраций планеты, квантового такого перехода нашего сознания в наше осознание единства. И сейчас вот особый момент, особый период, когда вот втопали все наши, как говорится, звезды встали, и мне вот довелось попасть на эту площадку прекрасную с такими очень известными мастерами. Я благодарна судьбе, благодарна Наталье за ее доверие, жена в мой адрес, и хочу сказать, что сейчас необычное время. Мы проживаем, вы, наверное, уже читали, сейчас отсередная волна вознесения. И я очень всегда синхронистично иду со всеми волнами, которые приходят на нашу планету, и развила очень достаточно чувствительность ко всем этим вот волнам. Слежу внимательно за тем, что происходит с людьми, как влияет на них, такие глобальные трансформационные планеты, энергии нашей планеты, как они влияют на наше сознание, как они влияют на наше тело, и что с нами происходит. И стараюсь, в общем-то, следить и чувствовать за тем, как меняется наш мир, как открываются наши сердца. И вот в своих изысканиях сейчас я подошла к такому моменту, когда мы осознаем все глубже и глубже больше свою многомерность. Так, звук ушел, да? Ну, на полную включим звук. Перерывать можно из-за стройки, но я подержу микрофон тогда. Итак, друзья мои, вот я подошла к такому сейчас моменту, когда мы личные трансформации уже, ну, не то чтобы завершили, они продолжаются, но они выходят на новый уровень. На новый уровень там, где мы связаны с другими людьми. И чем глубже или выше нас поднимают вибрации, чем глубже мы погружаемся в свои собственные структуры внутренние, тем больше вот эти связи, которые нас объединяют со всеми вокруг нас. Мы начинаем замечать, что мы настолько глубоко и энергетически связаны друг с другом, что мы находимся в каком-то едином таком уже пространстве многомерном, когда мы не просто соприкасаемся ментально друг с другом, нет, мы энергетически начинаем обмениваться. И всегда это было, конечно, мы обменивались, но просто мы этого так не осознавали, как сейчас. И поэтому я сейчас подошла к такому моменту, когда наступил момент осознания, завершения старых контрактов, осознания всех энергетических завязок и вообще осмысления себя не только на уровне индивидуальности и личности, а осмысления себя с точки зрения своих отражений, своего окружения, того, что мы из себя представляем, как существо коллективное, как существо духовное, которое узнает себя в этих плотных мирах с помощью нашего окружения. Интересно вам было бы погрузиться в такую тематику? Я прошу сейчас как-то перестроить наш чат, чтобы я могла включить презентацию. Алена, помогите мне, пожалуйста. И я готова уже вам показать презентацию, так благодарю. И для того, чтобы мы немножечко сонастроились, я хочу вам предложить небольшую музыкальную настройку, чтобы выровнять наши вибрации. И предлагаю вам прослушать гимн любви, который настроит всех нас на сегодняшний такой плодотворный вечер, я надеюсь. Так, вот не та, извините, вот не та медитация. Нет-нет, Алёночка, я хотела другую дать медитацию сейчас. Сейчас, одну секундочку. Я на этой площадке впервые, прошу прощения. Здесь невозможно заранее загрузить видео, поэтому я сейчас в онлайн-режиме пытаюсь вам включить этот гимн любви, который я вам обещала. И надеюсь, что все у нас получится. А мы пока настраиваемся на единое наше дыхание, на единое наше сердце. Так, все, так, я надеюсь, сейчас пойдет наша просьба. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Душа это частица Это семя Бога Она погружается в плотный мир Для того чтобы получить здесь опыт Воплощения Для чего нам это нужно Творцу и нам конечно же Нам необходимо здесь получить Некие Грани постижения самого себя Более того здесь происходит Не только проявление Чего-то невидимого Чего-то непроявленного Но так же происходит здесь Так я может быть убрала Звук случайно Сейчас посмотрю Так лучше слышно? Отлично И так почему же Творцу так необходимо Воплощение именно в такой материальной форме И почему наша душа Претерпевает здесь Такую вот Ну можно сказать Огранку У каждой души есть Задача У каждой души Есть задача эволюции В этом мире Поэтому Для этой эволюции Нам необходимы Какие-то духовные инструменты Мы в этом мире Пребываем Не в одиночестве Как мы все понимаем Мы окружены Разными Разными Совершенно Людьми С самого своего рождения Еще до рождения Еще в утробе матери Нас уже окружают Какие-то люди И мы можем с вами Рассматривать эти задачи Как одна из задач Это самопознание Нашего единства В нашей индивидуальности Именно Но В этих плотных мирах Через отражение Через мир отражений По сути мир Как бы истинный Исконный Он духовный мир И здесь Мы видим Отраженный мир Мир материи То есть мир проявленных форм Формы проявляются Благодаря Воздействию Ну какого-то некого Всевышнего сознания И Здесь представителями Этого сознания Являются наши души Но к сожалению Не все себя осознали Еще на уровне души Но тем не менее Мы получаем этот опыт Для того чтобы С одной стороны Пробудить нашу душу Чтобы она осознала Себя здесь Вспомнила Кто она есть Вспомнила о своей божественной природе С другой стороны Она получает здесь Колоссальный опыт И уроки И Развивает свои Способности И Все в мире Эволюционирует И душа в том числе Так вот Наше окружение Это Мы можем с вами Рассматривать Как некое То что от нас в общем-то Не зависит Но тем не менее Если вы начнете Наблюдать Более осознанно На то Кто к нам притягивается И Каковы причины Внутренние Этого притяжения То вы можете использовать Работу Работу со вашим окружением Со сознанием Вашего окружения Как серьезную Духовную работу Потому что Именно В этих человеческих отношениях Мы обмениваемся Не просто Не просто энергетически Мы обмениваемся И Познаем себя Познаем свои Сильные Слабые стороны Более того Мы Можем Видеть Этот Духовный инструмент Как Один из Самых Наиболее Эффективных Методов Обретения Осознанности Потому что Если Человек находится В одиночестве У него есть Свобода выбора Он может развиваться Может не развиваться Он не видит Свои скрытые Какие-то Недостатки Может быть И Не проявляя себя Никак с другими людьми Он Рискует Никогда не узнать Ни о своих способностях Ни о своих Каких-то скрытых И привнесенных С прошлых воплощений Кармических Может быть Каких-то наработках То есть Или недоработках То есть Неусвоенных уроках Для которых Душа в общем-то Воплощается Поэтому Когда мы Используем Такой инструмент Как зеркало Взаимоотношений Мы Можем входить В такое расширенное Состояние Осознания Мы расширяем Видение себя Через свои отражения И Когда мы Начинаем видеть В каких-то людях Некоторые Проявления Которые мы Не замечаем В себе Мы начинаем Все более глубоко Глубоко Постигать Свою духовную Сущность Потому что Когда мы Глядим по сторонам Мы видим Свои отражения Поэтому Я предлагаю Вам использовать Вот Такую зеркальность Нашего окружения Как Один из инструментов Духовного Развития Самосовершенствования И вы все знаете Что наше Может быть не все знаете Наша конечная цель Это единство В нашем сознании Да то есть Мы Все равно Начинаем Притягиваться Друг Мы Начинаем Объединяться И Тем более Важно И Есть Некая В нас Ответственность То чтобы Не стать Причиной Для огорчения Других людей В том числе И Не приблизить Себе Такие Отражения Которые Причиняют Боль Нам И Если мы научимся Использовать Такую осознанность То мы Очень мощно Можем продвинуться В своей эволюции Есть люди Которых Мы Очень любим И есть люди Которые нам не нравятся Но Например Есть люди У которых Есть такие черты характера Которые В общем то Мы в себе не видим И Как правило Такие черты характера Очень сильно Неприятие Вызывает у нас В других людях И Просто знайте Что Такие черты Они Вами пока не замечены Но Вы Можете Использовать Ваше окружение Для того чтобы Понять И что-то более глубоко О себе узнать Также Мы с помощью окружения Можем узнать Какие связи Нас кармически связывают И кто С нами воплощается Как наша Духовная группа Группа поддержки Так сказать То есть Группа которая Является нашей Чаще всего это Родственники Но не обязательно И Все группы в общем то Подразделяются Можно их Как бы подразделять Вот по Уровню нашей близости И Самые Ну сильные Духовные уроки Мы получаем Именно от наших Очень близких людей И родственников Потому что Это те как бы семьи Это люди Которых мы Ну как здесь говорят Не выбираем Но на уровне души Мы выбираем Каждая душа выбирает В какую семью Ей воплотиться И она это выбирает Вместе Ну как бы Со всей своей Как бы Многомерным восприятием И выбирает осознанно Для чего Во-первых Для прохождения И отработки прежних Прежних уроков Которые возможно Не освоены Были С другой стороны Для наработки Неких Качеств И для реализации Своей миссии Своего предназначения То есть Душа идет По Законам Единого мироздания И Руководствуется Некой волей Единого Нашего Творения И В этом Космосе У каждого Есть своя миссия Каждого Есть свои какие-то Определенные задачи И каждый из нас Уникален И привносит На нашу планету Определенные Какие-то вибрации И Служит определенным Каким-то задачам Но Мы не всегда Правда Это осознаем И тем не менее Наше окружение Может нам быть Подсказкой Не только в наших Проявлениях наших Вот этих связей Каких-то Которые нам Необходимо развязать Уже И завершить Какие-то контракты По благу А просто тормозят В развитии эволюции Которые Служат Только частью Матрицы Которая И привязывает К нашему Старому Образу Мыслей И привычек Но С другой стороны Так же Наше окружение Может помочь нам Осознать свою миссию Своё предназначение И увидеть Какие-то новые перспективы Которые Мы В себе Не замечаем По типу Слепого пятна Просто не замечаем А потому что Ну в общем-то Никак не проявляет Это в мире Ходит на обычную работу Живёт В своей семье Проявляет всё Как бы Ну не видит Что в нём есть Его уникальность И я вам Очень рекомендую Не отмахиваться От таких вот Вещей Которым устремлена Ваша душа Возможно в них Вы видите Отблески Своих собственных Талантов Поэтому Мы будем с вами Сегодня Внимательно Наблюдать Что же Происходит С нашим окружением И о чём Оно Говорит О каких Скрытых Наших возможностях Или каких-то Скрытых Водных Течениях Нашей подлинной Сущности Говорит наше окружение Потому что Человек живёт Как бы Есть Такое Выражение Что Существует Как бы Три представления О человеке Первое представление Это то что мы Знаем о себе Второе представление О нас Это то что о нас Думают и знают Другие люди То есть Наше окружение И третье представление Это то что о нас Знает наш Бог То есть Наш создатель И это Совершенно другое Будет представление Вот как соединить Все эти ипостаси И научиться Пользоваться Нашими Зеркалами Нашим окружением Давайте Будем с этим разбираться И мы Должны с вами Не просто как бы На словах А на практике Обнаружить вот этот Магнетизм А вот этот Магнетизм Который Притягивает В наше В наше окружение Тех или иных Людей И как Мы с вами понимаем Это люди Которые С одной стороны Нам помогают С другой стороны Как нам кажется Очень Мешают В нашем Развитии Ведь Вы знаете Что иногда Мы встречаем Тех людей Которые приносят Не самые приятные Уроки И Порой Мы Отрицаем Свою тень Но эта тень Чем больше мы Отрицаем Начинает Проявляться В нашем Отражении Она начинает Приходить В виде Каких-то Людей Которых Мы Ну в общем-то Никак И Тогда Мы можем Изучить Собственную тень И сегодня Мы будем этим заниматься Нам нужно понять Возможно Мы еще не все О себе знаем Возможно Мы не знаем То Чего мы просто Не хотим о себе знать Но пока В нашем окружении Есть люди Которые причиняют Нам какие-то Дискомфортные Состояния Которые Не отвечают На наш ответ На вопрос Почему этот человек До сих пор В моей жизни Ведь я уже Являюсь Таким Светоносным Мастером Я уже Осознаю себя Иду по духовному пути Много лет И Являюсь Светлым существом Почему же В моем окружении Есть такие люди Которые Настолько Негармоничные Что Очень Очень Меня Просто Приводит В какое-то недоумение Почему они еще со мной Ведь мы знаем Что когда мы начинаем расти Меняется наше окружение Когда мы растем духовно Оно тем более Еще быстрее Начинает измениться Так вот Давайте Будем сегодня выяснять Как мы сможем С помощью Вот этих теней Вот этих людей Приходящих В нашу жизнь И У нас нет ответов На этот вопрос Почему нам причиняет Кто-то боль Или дискомфорт Или Какие-то неприятные Ситуации Нам создает Давайте Будем с этим Сегодня Разбираться Я приглашаю вас К этому опыту Мы будем выполнять Определенные упражнения Так же мы знаем Что все Что мы творим В этой жизни Мы Получаем В виде Событий В виде Каких-то Подарков Судьбы Мы всю свою жизнь Сейчас Творим Сами Если раньше Мы подчинялись Законам Суровой кармы То сейчас Мы перешли Перешли В дуное состояние Мы перешли В состояние Непрерывного Творения Новой Своей Реальности То есть Когда мы Принимаем Полностью Ответственность За то что происходит В нашей жизни Это совершенно Новая парадигма Это парадигма Новой эпохи Если раньше Мы Следовали Указкам Судьбы Кармическим То есть Когда мы Должны были Просто нести Какой-то кармический долг То сейчас У нас есть Полное Свобода Творения Мы можем осознать Те незавершенные Контракты Незавершенные Кармические узлы И мы можем с вами Совместно Или в одиночестве Творить Свой мир На более Более Высоком Уровне То есть Если раньше Мы просто принимали судьбу И тем самым Как бы Проходили Какие-то тяготы И принимая на себя Свой крест Тем самым Постепенно Постепенно В течении многих Многих Может быть инкарнаций Искупали свои какие-то там Долги То сейчас Уникальное время Время Уникальных возможностей Когда мы Можем Творить Свою судьбу Осознанно Каждой Своей мыслью Каждым своим Чувствам И Очень Сейчас Важно Что Если В одиночестве Нам очень легко Творить Прекрасный мир Своих образов То Что происходит Когда мы начинаем взаимодействовать с другими людьми, которые выводят нас из равновесия. И вот здесь как раз нас подстерегают ловушки, потому что далеко не со всеми людьми мы можем удержаться на новом уровне своей эволюции на равных. Так устроен, в общем-то, эволюционный закон. То есть высшие энергии, они как бы снисходят, спускаются вниз, а энергии более тяжелых плотностей, они как бы устремляются и впитывают вот эти высшие эманации. И когда этот энергообмен происходит, мы начинаем с вами стремиться все более и больше принимать на себя света, любви, радости, счастья. И наши клетки пропитываются этим. И мы начинаем подниматься, подниматься, расти в самих себе. Мы начинаем осваивать новые территории нашей реальности. И вот когда мы перешли на этот новый уровень, вот здесь наша основная задача закрепиться, но если растет сила наша, то растет и ответственность. И если раньше наша мысль не могла навредить ни нам, ни другим, а тем более наши эмоции, она была пролонгирована во времени, она имела какую-то отсрочку кармического исполнения, то сейчас, когда мы обладаем все больше силой творения, когда в нас уже так много света, то, что мы можем даже каждой мыслью своей менять нашу реальность, сонастраиваясь с более подходящими нам на текущий момент ситуациями, вариантами развития событий. То есть мы можем выбирать, мы вольны выбирать, но вот тут-то как раз нас напускают на новый уровень старые кармические узлы. И я вот сейчас как раз в своей практике обнаружила, что многие люди просто до сих пор завязаны, и они уже сознанием своим доросли до уровня четвертой, пятой плотности и очень-очень расширили свое сознание в многомерности. Но внутри их жизни, бытовой жизни, есть еще так много кармических завязок, которые просто не развязаны. И несмотря на то, что вибрации и сознание повысилось, человек очень часто, в нем есть такое слепое пятно у его осознанности, когда он недоумевает и не понимает, как может соответствовать ему такое ближайшее окружение. И вот это и есть наша группа поддержки, это и есть наши духовные контракты. И мы будем с вами сегодня осознавать, почему же, почему же есть люди, которые нас очень сильно выбивают из равновесия, и вот когда нас на более высоких энергиях выбивают из равновесия, сами вот эти откаты и удары, как бы мы ощущаем все более-более сильно. Поэтому, принимая каждый раз силу духовную, мы должны также понимать и ответственность за свои творения. И поэтому нам необходимо обязательно завершить те контракты, которые уже исчерпали себя, и развязать те узлы, которые нас еще связывают и высасывают нас энергетически. И дело в том, что несбалансированные отношения, они формируют привязки, они формируют энергетические каналы. И вообще каналы формируются между всеми людьми, которые вступают в взаимоотношения. Но разница между энергетическими каналами и энергетическими привязками на физическом уровне, на нашей энергетике проявляется. То есть каналы, они могут быть здоровыми, когда идет естественный энергообмен. И если ваши вибрации, и вы попали на новый уровень своей эволюции, и вас окружают люди, которые теперь соответствуют вашему восприятию, восприятию вашей души. То есть вы уже живете не просто как личность, но уже как душа. Вы привлекаете людей, которые отражают вам это, а не отражают вас на уровне вашей души. Но тем не менее, на этом новом уровне вы можете не замечать, что ваша энергетика и три нижних тела, они еще завязаны в других отношениях. И они действительно выстраивают не такие взаимно равновесные энергообмен, когда если вы равновесные партнеры и вибрационно друг другу соответствуете, и находитесь на одном уровне эволюции, то ваши отношения всегда будут гармоничными. То есть у вас будет всегда сбалансированный энергообмен. Это происходит на уровне ощущения души, потому что душа, она всегда эти вещи чувствует. И если энергообмен нарушается, душа первая подает сигнал дискомфорта. Мы через чувства сразу получаем этот сигнал. Но если у вас идет сигнал уже на уровне эмоционального тела, то речь идет уже не о сигналах души. И речь идет не о здоровом энергетическом канале взаимодействия, а идет речь уже об энергетических привязках. И вот эти привязки, они деформируют наши оболочки. Бывают такие как бы наслоения, когда мы начинаем защищаться от каких-то людей. И вместо вот этого раскрытия и принятия все больших фасетов вот этого света, мы начинаем блокировать и закрываться. Что сейчас категорически, в общем-то, не нужно. Потому что стоит задача совсем другая перед нашей эволюцией, нашей планеты. И поэтому вот на этом уровне закрываться уже нельзя. Тогда что же делать? Тогда что же делать, если нам с одной стороны уже нужно раскрывать сердце, а рядом с нами есть такие мощные кармические учителя, которые до сих пор причиняют нам боль, и мы вынуждены от них защищаться и закрываться. И одним посыланием любви здесь не отделайтесь. Это нужно просматривать все это энергетически, на всех-всех-всех уровнях своего существования. И мы с вами многомерны. И сейчас идут как раз активация и проработка слоев именно наших вот этих вот родовых взаимоотношений. То есть вся группа, которая с нами воплощается, она идет согласно нашим духовным контрактам. И вот эта группа людей, она воплощается не только в этом текущем воплощении, она из одного воплощения в другое. Мы начинаем, помогаем друг другу, окружая вот наши частицы души, для прохождения взаимных уроков. Взаимных уроков. То есть контракты, они всегда обусловлены тем, что одному, например, нужно научиться принятию, а другому нужно научиться смирению. Или наоборот проявлению своей божественности. И всегда будет притяжение каких-то полярных контрактов, то есть что значит полярные контракты? То есть одному нужно больше проявлять в жизни терпение, смирение, принятие, а другому нужно больше уверенности, ощущение самоценности и чувство собственного достоинства. Поэтому вот эти группы, которые с нами воплощаются, каждое из воплощений воплощение, это и есть те духовные группы, которые сопровождают нас не только в течение одной жизни, А вот родовые группы, они нас в течение многих-многих воплощений сопровождают. И пока вот этот узел кармически не развязан и контракт не выполнен, контракт заключается для того, чтобы душа освоила какие-то уроки, либо наработала некие какие-то духовные качества. И здесь нельзя однозначно судить, что это всегда какое-то искупление, отработка каких-то долгов. Я бы так однозначно здесь не рассуждала. Я бы предлагаю вам такое восприятие, когда мы не просто отрабатываем что-то, но и нарабатываем. И вы попробуйте сейчас сами это обнаружить. Давайте небольшое упражнение выполним. Как же мы притягиваем вот эти группы и для чего мы их притягиваем? И мы обнаружим, что те люди, которые не совсем для нас приятны, они являются исполнителями наших контрактов, духовных контрактов. И давайте сейчас вспомним, вспомним, выполним небольшое упражнение, вспомним тех людей, которые в вашей жизни оказали на вас судьбоносное влияние. Судьбоносное влияние. Напишите, пожалуйста, ну, например, не пишите имена, напишите роли. То есть это был муж, или отец, или там это была жена, я не знаю. Пожалуйста. И давайте вспомним, может быть, с самого-самого детства человека, давайте пока одного хотя бы, ну, может быть, несколько кто вспомнит, но хотя бы если одного найдете, то вы выполните упражнение. Человека, оказавшего, по вашему мнению, судьбоносное влияние. Что такое судьбоносное? Вы после его влияния изменились радикально. То есть вы без его влияния стали бы просто другим человеком. Пожалуйста, все пишем. И, возможно, это действительно для вас очень авторитетный человек. Сейчас мы будем осознавать свою группу поддержки, которая воплощается с нами. И вы знаете, что все основные черты характера закладываются в раннем детстве. И сейчас следующая часть. Итак, первую написали, благодарю вас. А теперь следующая часть упражнения. А теперь напишите, кто из вашего окружения, неважно в детстве или не в детстве, оказал на вас, или вот в течение жизни, оказал, принес наибольшее разочарование. Самые большие в жизни разочарования. И посмотрите, тот же этот человек или это другой человек. Я смотрю, повторения идут. Он же, да. Вот у кого он же, просто напишите он же, чтобы я не вспоминала, у кого что было. Просто муж писали и там, и там. Другой человек. Да, вот теперь я вижу, что есть разные варианты ответов. У кого-то тот же человек. Самые наибольшие разочарования. А теперь следующий вопрос. Так, продолжать отвечать. А я задаю тем, кто написал, следующее задание. А теперь скажите, пожалуйста, сравните, какой опыт принес наибольшую выгоду для вас в этой жизни? Какой из опытов принес вам некую ценность в этой жизни? Для вашей эволюции, для вашего выживания, может быть, на этой планете? Или для самораскрытия? Да, напишите, первый или второй. Какой из опытов принес наибольшую пользу? Напишите. У всех будут разные ответы, поэтому не смотрите друг на друга. Первый, второй, оба. Второй. Вот. Замечательно. Оба. А теперь сможете ли вы отличить, какого рода именно, вот те, кто написал, что оба получили, дали какие-то дары, а сможете ли вы отличить, в общем-то, качество тех плодов, которые вы получили от этих отношений? Итак, кто-то уже написал. Я пришла к духовному развитию. Я надеюсь, это был второй человек, который вас привел, Лариса, к духовному развитию. Итак, друзья мои, теперь следующее задание. Сможете ли вы отличить, отличить, какие именно плоды, чем они отличались? Это в первом случае, допустим, это было, нашла себя, а в втором движение развития. Поменяла мышление, стала духовно развиваться. Итак, развитие. То есть вы обнаружили, что вот эти люди, которые принесли нам очень много боли, вот есть ответы терпения и прощения, получили, да, научились чему-то, душа получила урок, стала увереннее. Любовь к себе, видите, даже такие результаты есть, стало сильнее принятие, духовное развитие. А теперь вот такой завершающий вопрос или задание. Как вы считаете, если бы не было вот этих болезненных ситуаций и вот этих кармических, как бы, учителей наших, которые нам принесли очень много боли, пришли бы вы к этому развитию, пришли бы вы к этим духовным дарам? Да, сколько цены для вас эти плоды? Нет, нет, да, нет, нет. Через болезненные уроки, да. Звук пропал. Не знаю, друзья мои. Скорее всего, нет. Была бы не поломанная. Да, возможно, была бы не поломанная. Но это задача на целое воплощение. Потому что это еще не финал. То есть у вас еще продолжение будет в вашей эволюции души. Да, был бы другой путь. Возможно, но более медленно. Итак, скажите, а вот такой провокационный вопрос. А если бы вам довелось сейчас прожить этот опыт воплощения заново, скажите, отказались бы вы от этих духовных плодов, от этих духовных даров? Просто напишите, да или нет, или плюс, или минус. Отказались бы? Нет, не отказались. А вот теперь посмотрите на уровне духа. На уровне вашей души. Для чего ей так это было необходимо? Пусть даже наша личность страдала, но тем не менее. Да, от многого другого да. Но я спрашиваю только про вот эти конкретные ситуации. И да, и нет. И да, и нет. Да. То есть что-то бы прожили по-другому, но от самих плодов вы бы не отказались, потому что вы стали теми, кем вы стали сейчас. Это и была ваша огранка. Это было раскрытие ваших каких-то духовных способностей. А кого-то этот опыт мог очень сильно сломить. Очень сильно сломить. Но это только на данном уровне восприятия. Мы воспринимаем то, что нас сломили на уровне личности. Поэтому не торопитесь с выводами. Возможно, вы просто не видите, в чем вы выросли. Возможно, вы себя считаете сломленным. Но при этом у вас еще возревают некие качества, которые вы пока не осознаете. И, конечно же, теперь в мазохизм верить не нужно. Вы, конечно, не верите. Но, тем не менее, мы же могли по-другому отреагировать на эту ситуацию. Но мы с вами заключили некий духовный контракт с нашей духовной группой, которая является нашими родителями, нашими мужьями, женами, свекровями и очень хорошими учителями. И те, кто пишет, что его сломили нервы никуда, возможно, просто не усвоил тот урок. И он сих пор в нем не находится. Снова вернулся к родителям. Поэтому, друзья мои, я вас очень благодарю за такую активную работу. И я просто хочу сказать, что результаты у всех разные. И вы не ждите, что у всех все будет одинаково. Потому что мы все находимся на разном уровне восприятия ситуации. И поэтому один в этой ситуации уже осознал собственную силу души и духа, когда он преодолел эти все трудности. И он без этих трудностей, возможно, и не осознал бы своего величия и какой-то мощности, которая выдавливала в нем какую-то слабость, где-то какой-то моделировала такие ситуации, в которых человек раскрывал какие-то грани себя, в которых знал свои новые грани, в которых мы не знали еще своих возможностей. И дело в том, что есть такой процесс, вот давайте осознаем наши группы, кто же нас окружает. И как это моделируется? Моделируется это таким образом. Когда мы приходим, мы приходим как с чистого листа. И у нас идет программирование. То есть каким образом мы начинаем замечать, что есть какие-то образы, что есть какие-то злые, хорошие, темные или светлые. Это все в нас впитывается с молоком матери, с восприятием через сказки. То есть все дуальное мышление формируется в нас с самого раннего детства. Но в жизни потом они начинают материализовываться, потому что мир – это всего лишь отражение наших каких-то представлений о нем. Он устроен по принципу голограммы. И мы являемся сами тем проектором, через который весь сценарий как бы формируется. И вот когда мы начинаем замечать во внешнем мире те образы, которые уже есть в нашем сознании, а тем более в подсознании, мы только сможем заметить, когда они уже заложены в наше дуальное сознание. И вот почему так важно наше окружение. Одни нас вдохновляют, другие закаляют. И это все учителя. Поэтому нет случайных людей. Поймите, в вашей жизни нет ни одного случайного человека. Наша задача здесь – осознать, в чем именно его миссия по отношению к нам. Поэтому, чтобы понять это, нужно также знать следующий механизм. Мы не приходим сюда готовыми уже, сотворенными. Нет. Мы-то лишь семена Бога. И здесь нас творит, в том числе наше окружение. И вот тот, кто попал в определенную среду, в определенную страну, в определенный менталитет, он уже как бы впитал определенную себе как бы новую, ну как бы, ну как сказать, карму, не карму, а ту реальность, в которой он сейчас живет. Поэтому вот то, что вы впитали, это для вас вызов. Это для вас вызов. А почему это произошло? А потому что вы осознанно еще раньше и в тех вибрациях, и в трехмерном мире не занимались таким процессом, как самосотворение. И поэтому мы просто только и занимаемся тем, что развязываем кармические узлы. А задача в том, что если... Почему мы не занимались самосотворением? А не занимались мы, потому что, когда мы в детстве растем, мы впитываем то, чему нас обучает. Мы как губки впитываем весь материал окружающей среды. Мы зеркальны. И пока у нас нет полного самоосознания, мы впитываем то, что нас наполняет. Это школа, это садики, это... Ну, так происходит программирование матрицы. И когда мы созреваем духовно, мы начинаем уже осознанно творить сами себя. И вот я предлагаю вам, если эта тема интересна, получить мой подарок и посмотреть вебинар, который как раз и говорит о мастерстве самосотворения. Сотвори себя истинного. То есть быть не продуктом матрицы, а как быть творцом самого себя. Потому что мы живем сейчас в такое время, когда рано или поздно каждый должен стать мастером самосотворения. Именно очистившись от всех инородных вот этих печальных образов. Дело в том, что в детстве мы очень, мы очень, очень сильно подвержены своему окружению. С возрастом мы уже все менее и менее подвержены этому, как влиянию этого окружения. Но в юности мы очень сильно подвержены. Мы стараемся оправдывать ожидания наших родственников. И так мы теряем себя. Поэтому теряем себя мы в самом детстве. Поэтому, чтобы обрести себя истинного, а потом начать сотворять себя по образу и подобию, заложенному в нас творцом, тому богоподобному ангельскому существу, до которого наша душа тянется. И это одна из наших миссий, одухотворение нашей материи, то есть наших тел. Вот к этому нужно стремиться. Это духовная работа. Поэтому, друзья мои, если вам это интересно, возьмите подарок и посмотрите. Я не хочу сегодня много времени этому уделять, потому что у нас сегодня есть другая работа. И так мы говорили с вами о контрактах. Контракты имеют свою тоже цель. Поэтому, если душа в каких-то воплощениях очень долгое время жила с сознанием жертвы, то в текущем воплощении она, естественно, выберет себе такие контракты, в которых она сможет освободиться. Освободиться от любой жертвенности, которая порождает страшные дуальные миры. Те миры, в которых мы сейчас живем. И в каждом практически из нас в хрониках Акаши запечатлен такой опыт. Мы все когда-то участвовали в каких-то боевых действиях, в сражениях, в том числе в таких семейных драмах, когда не принимали близких своих. Поэтому мы привнесли уже сюда вот такие сбои в наших программах. Эти сбои лежат на уровне нашего каузального тела. То есть душа, конечно, она чиста. То есть приходит воплощение, один чистый аспект души, то есть очищенный. И когда человек растет, развивается, растет его эмоциональное тело, растет его все тонкие тела, вот эти программы, они тоже как бы с нашим энергетическим двойником, они к нам как бы возвращаются. Возвращаются в определенные годы. И астрологи, они очень хорошо такие прогнозируют, такие годы, когда вот эта вот кармическая связь будет проявлена. Но я сейчас не об этом хотела бы вам рассказать, а о том, к причине, почему нам нужны эти духовные контракты. Причина всегда лежит в том, чтобы душа прошла некий урок. И она может проходить не одно воплощение. Например, урок там нищеты и бедности. Когда я работаю, допустим, на индивидуальных сеансах по духовной трансформации, мы вот недавно выходили на причины этой бедности. И одна из моих клиенток, она попала в одно из своих воплощений, в котором она была монахом, и она едва ли не попала. Продолжение следует... Я вернулась. Меня выбилось тут, к сожалению. Слышите меня, друзья мои? А, нельзя написать. Наталья, пожалуйста, слышно меня? Напишите. Чат остановлен. Я надеюсь... Меня просто выбило на секунду. Да, спасибо. Итак, чтобы завершить контракты, их невозможно завершить с помощью просто даже энергетических отвязок. Погромче. Я вот уже настроила. Выберем микрофончик. Опять не сбился. Сейчас, секунду. Вот так погромче должно быть. Слышно меня? Все, я настроила микрофон. Надеюсь, что все слышно. Поэтому завершить контракт невозможно. Просто даже практика энергетических отвязок. Даже если вы все жгуты соберете, вернете свою энергию в потерянных сексуальных отношениях, еще каких-то там незавершенных отношениях. Но есть причина, почему эти отношения не были завершены. Ни в том воплощении, ни в этом. Вы просто развелись. Вы просто развелись, но вы не завершили отношения. У вас не завершен контракт. И есть риск того, что этот контракт будет завершаться с помощью других людей. И нам нужно понимать, что завершить духовный контракт можно только после полного осознания душой, какой духовный урок она проходит. То есть с выходом на все эти причинные слои, на вот эти родовые завязки, но родовые, кармические, там не важно, на эти узлы, и высвободить те травматические обор на уровне сердца, как бы впечатанные в нашу вот эту память, клеточную память. И у нас очень глубоко-глубоко в теле хранятся вот эти слои, которые мы не осознаем. Поэтому наше окружение помогает нам осознать через боль. Прежде всего, если вам больно в этих отношениях, вы должны уже осознать, что это и есть ваше прохождение урока. Что это не наказание какое-то кармическое, нет. А ваш собственный заказ души, заказ на то, чтобы освободить сердце от каких-то наложений, наслоений, очистить эту чашу сердечную, чтобы принять в нее еще больше любви, этой энергии, которой, собственно, и творится мир. Мир творим любовью, но мы в бедности, потому что нам нечем творить. У нас нет еще этих энергий. Чтобы они появились, нам нужно трансформировать прежние, завершить прежние отношения. И это глубокие практики прощения, принятия, осознание. Осознание, для чего человек приходил. И мы можем так воспринимать, что ни один случайный человек в вашей жизни не приходит. Каждый человек притянут к вашим энергетическим телам. То есть в некотором понимании, как я вижу мир, и вообще многие метафизики, мистики современности, они говорят о том, что сознание вот такого человека, оно вывернуто наизнанку. Он видит мир не снаружи себя, а он видит весь мир внутри себя. И посмотрите вот такими глазами на весь ваш мир. Если что-то внутри вас причиняет вам боль, это происходит внутри вас, внутри вашего сознания. Вот это все окружение, это просто проявление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья мои, видно меня, слышно? Я вас видела, я вас видела, слышала, но не знаю почему-то, почему вы меня не слышали. Я вас прекрасно в чат видела. Ой, замечательно, я вернусь. Так, микрофон слышно, все? Итак, я повторю, потому что на самом интересном, почему-то нас расконнектили. Итак, друзья мои, друзья мои, вот эти отношения, которые нас ранят, причиняют нам боль, вот это чувство неуважения. Вы сейчас это все сами обнаружите, когда мы сделаем практику. Потому что вот это все, что я говорю, это все пока для вас информация внешняя, но вы это можете только увидеть, когда вы сами это осознаете в своем опыте. Но пока, но пока вам скажу из своего опыта, все наше окружение, которое причиняет нам боль, или наоборот отражает блики нашей божественности, вы видите не только тех, кто боль причиняет. Но также вы видите прекрасных, успешных, реализованных людей. Это тоже признаки вашего потенциала, это признаки вашего улучшения в жизни. Поэтому посмотрите внимательно и знайте, что если в вашем окружении очень много людей, которые вас принимают таким, какой вы есть, именно на уровне души, когда вы не притворяетесь, а проявляете себя таким, какой вы есть, это очень ценно. Значит, вы уже в этот мир излучаете более истинно свою душу, значит, вы уже пробудились на уровне души, и вы притягиваете родственные души. И тогда все меньше и меньше в вашем окружении будет ангелов, тиранов, ангелов, не ангелов, а все меньше будет тиранов и больше ангелов. Поэтому, но если есть еще те, кто причиняет вам боль, посмотрите, в какой листе эта боль вам приходит. Может быть, это чувство неуважения, значит, вы посмотрите, как вы относитесь сами к себе. Может быть, есть люди, которые не замечают внутренней агрессивности, и они проявляют ее по отношению к другим, но к себе не замечают. Или они проявляют в одном обществе себя, в одном качестве, там, где все его любят, а когда они приходят в свою семью, они проявляют раздражительность и агрессию. Тогда нужно разобраться, каким образом вы проявляете отношения с самим собой. Возможно, вы даже этого не замечаете, это есть то слепое пятно, потому что вы в какие-то моменты себя просто не контролируете, когда вы какие-то негативные мысли на уровне мысли себя разрушаете, какие-то самокритичные мысли или агрессивные, или эмоции, агрессия направленная внутрь. Когда агрессия направлена внутрь, очень часто человек не осознает себя, он просто не осознает. Но когда эта агрессия приходит снаружи в виде наших близких людей, или чувства пренебрежения вами, или чувства тирании, значит, внутри есть жертва, которую вы до сих пор не признаете, отрицаете. Поэтому нужно внимательно-внимательно посмотреть, как именно наше окружение пытается преподнести нам урок. Чему он учит? Что за слепые пятна нам проявляет? Какую тень мы от себя прячем? Может быть, это как раз тень наших взаимоотношений с самим собой. Это прежде всего, это базис, на чем строятся все практики дальнейшие. И когда мы совершаем все ритуалы исцеления, прощения, благодарения, различные энергетические практики отвязок, которыми я владею, там, уже в течение 10 лет я вот эти практики отвязок даю на тренингах, все впустую до тех пор, пока не проработана сама первопричина. А первопричина заключается в том, что душа не освоила самый первый урок, что каждая душа божественна, что каждый является по образу и подобию творцом. И пока душа не вспомнила себя на уровне божественности и еще уничижает себя, не раскрывая свои способности, не признавая себя в своем совершенстве творца, она будет себя разрушать, не только мыслями, но теми негативными чувствами, вот этим самоедством или критикой. Поэтому нам нужно внимательно следить за тем, как нам помогает наше окружение расти духовно. Поэтому вы, когда совершаете трансформации, когда вы работаете над собой, этого уже недостаточно, потому что мы сейчас вышли на такие слои коллективного, бессознательного, когда мы чистим, чистим, чистим свои клеточки, а в каждой клеточке есть связь с нашим родовым полем, с нашим эгрегриальным полем, с нашей страны и прочее, прочее. Поэтому, друзья мои, не волнуйтесь о ссылке, попробую попозже найти еще раз, эту ссылку получить. В любом случае, если вы хотите, вы найдете меня и получите эту ссылку. Также наше окружение показывает нам, в чем именно мы несбалансированы. В чем именно мы несбалансированы. Не слышно, не видно меня? Так, есть связь или нет? Так, у кого-то скачалось, у кого-то так, не скачалось, слышно ли мы? Итак, обратите внимание на картинку. Как образуются привязки? А привязки образуются по всем нашим каналам, с которыми мы обмениваемся людьми. Потому что мы обмениваемся на уровне сексуальных отношений, но не только, мы обмениваемся на уровне идей. Иногда наши идеи жестко подавляются идеями людей авторитетных. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Так, видно меня? Ну что ж такое, не дают рассказать вам. Видимо, тема еще не готова перейти в мир. Так, друзья мои, слышно меня? Нет? Я зашла. Напишите, пожалуйста, плюсики. Если вы меня слышите, тогда мы начнем уже нашу практику, потому что время нас поджимает. Напишите, пожалуйста, организаторы, вы слышите меня? Слышно и видно хорошо? Замечательно. Благодарю, Наталья, потому что зависает чат немножечко, я только сейчас увидела. Итак, давайте сейчас посмотрим. Виктория, слышите меня? Давайте, наверное, без видео. Может быть, какие-то сбои в интернет, поэтому зависает. Без видео будет меньше нагрузки на комнату и нормально будет. Давайте я видео попробую сейчас отключить просто, Виктория. Виктория, если слышите меня, предлагаю без видео. Может быть, какие-то сбои в интернет. Меня слышите, скажите? Меня вроде слышно, да? Да, меня слышно. Ага. Ну, не знаю, вот сейчас Виктория перезайдет, видимо. Не знаю, что. Это бывает, когда связь в интернет, интернет-связь, ну, немножечко... Что-то бывает, потому что в начале все отлично было. Сейчас, не знаю, вот сейчас ждем Викторию. И мы снова начинаем. Виктория, присоединяйтесь. Присоединяйтесь. Может быть, действительно, без видео пока, потому что информация все-таки важнее. И если не тянет с видео, тогда без видео будем. Так, сейчас смотрим. Виктория вообще вышла. Сейчас, минуточку. Немножечко подождем. Хорошо? Все. Чуть-чуть внимания, чуть-чуть терпения сейчас. Сейчас Виктория снова присоединится к нам. Вот Виктория уже здесь, я вижу. И мы продолжим. Все, вижу, вижу. Виктория, если будет записать без видео, давайте. Да, может быть, давайте видео отключим, просто я вам дам практику. А, Наталья, прошу вас дать тот подарок, и я о нем много говорить не буду, просто поставлю заставочку сейчас. Слышно сейчас, да, меня? Когда по ссылкам ходите, начинается сбой, да, друзья? Ну, а как будем настраиваться? Давайте настроимся на наши частоты. Я приготовила хорошие скидки на свои сеансы по отвязкам, по осознанию наших родовых узлов, потому что это крайне сложно проходить самому. Я вам искренне, честно скажу, что вот сейчас я проходила сама такие свои, очень сильные состояния идут. То есть это не просто ваше накопление, а накопление всего рода. И порой одному очень тяжело и болезненно это проходить. Поэтому иногда нужно нам получать поддержку и помощь, и не заходиться в духовной гордыне. Если бы у меня рядом был такой мастер, чтобы он мне помог продышать все вот эти вот ситуации, которые выходили вот сейчас буквально дня три назад. Они связаны именно с нашими очищениями вот этих фасетов души, в которые мы с вами все переплетены. И с нашими родами, и с нашими группами духовными. То есть мы настолько все связаны, мы как атомы вселенского организма. И эта боль, она резонирует, когда кому-то больно. Поэтому наш, когда вы встречаете другого человека, знайте, что он отражает вашу внутреннюю боль. Когда вам кто-то, человек грубит, знайте всегда, что этот человек отражает что-то, что вы очень глубоко от себя прячете. Поблагодарите его. И давайте сделаем практику. А пока вот я вам дается ссылочка, возможность записаться на те занятия, на которых мы с вами будем проходить. Я предлагаю собраться нам с живой мастер-группой в онлайн режиме и провести вот эти практики по исцелению осознания. И там я смогу полно ответить на ваши вопросы. Потому что действительно тут все очень индивидуально. И мне сложно для всех ответить на каждый ваш индивидуальный вопрос. Но когда вы поймете механизм образования вот этих узлов кармических, вы просто их сможете самостоятельно развязать. И это практики исцеления. Это практики осознавания себя на этих уровнях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас... Сейчас Виктория снова переподключится. Вы не переживайте, пожалуйста. Не знаю, в чем дело. Бывают иногда такие моменты, когда... Ну, когда прерывается связь, на что делать. Сейчас давайте я еще раз продублирую вот эту вот ссылку на тренинг, потому что, обратите внимание, тренинг начинается уже в эту субботу. Виктория здесь стоит заставочка, поэтому кому понравилось, кому интересно, проходите. И приходите, используйте, пробуйте, потому что действительно окружение играет довольно-таки большую роль в нашей жизни, потому что мы не живем в вакууме, мы живем именно среди людей, среди наших близких, родных, знакомых и незнакомых людей. И, конечно же, это все очень сильно сказывается, влияет на всю нашу жизнь. Запись будет. Запись сейчас продолжает идти. Сейчас мы подождем, Виктория, если сможет присоединиться, я передам ей микрофон. Вот. Запись вы получите завтра. Если вы получаете от нас рассылки, то вы получите запись. Если вы не получаете, то тогда вам необходимо зарегистрироваться. Сейчас я дам вам страничку, на которой необходимо зарегистрироваться. Если вам что-то не понравится, в любой момент можно отписаться. Вот здесь вот так. Здесь необходимо зарегистрироваться, чтобы получить записи. Если вы там не зарегистрируетесь, тогда я не знаю, куда вам посылать. Дождитесь на утро. Я обычно делаю рассылку где-то часов в 10-12, где-то так вот. Когда раньше. И поэтому вы тоже его получите. Сейчас вот начинают у нас... Сейчас, секундочку. Я сейчас включу модерацию чата. Прошу прощения для того, чтобы убрать вот эти вот все ссылки, которые у нас... Сейчас, минуточку. Прошу не проходить по ссылкам, которые здесь есть. Потому что эти ссылки все несут вирусы. Потом просто вы не сможете очистить... Очистить свой компьютер. Да, вот Виктория уже здесь, да, я вижу. Сейчас, Виктория. Расскажите, пожалуйста, про этот тренинг, который вы начали рассказывать. И передаю. Так, друзья мои, вот эта мистика нашего окружения, она просто вот воочию. То есть я не понимаю, в чем дело. То есть нет никаких причин для того, чтобы меня выбивало, но тем не менее выбивает. Вот, поэтому я хочу вас пригласить на этот тренинг, где мы будем заниматься не просто развязками энергетическими, которые я уже давно делаю и имею опыт, но осознанием самих причин, почему мы притягиваем к себе отношения, в которых мы вырознены проходить эти кармические уроки. Поэтому, если мы не уберем причины, мы будем все равно бесконечно инкарнироваться, инкарнироваться и привлекать вот такие связи, в которых мы будем страдать и друг другу причинять боль. Но если вы осознанно уберете все причины, то ваше окружение либо изменится само, либо оно вас отпустит, и вы просто перейдете совсем другое, и вас будут окружать совершенно другие люди. Люди будут вынуждены измениться рядом с вами, потому что вы больше не будете реагировать на те крючки, которыми они вас цепляют. Нужно всегда работать с причинами. И нет смысла делать бесконечную работу и 10 раз медитировать, и убирать, и прощение, и любовь посылать до тех пор, пока вы не осознали, то ради чего пришел этот человек, тот или иной человек в вашу жизнь. А пришел он показать либо вам какую-то свою божественную грань, которую вы отрицаете, боитесь выходить на авансцену жизни, боитесь манифестировать то, что вы есть, то, что внутри вас есть. Боитесь? Значит, будет вас кто-то выталкивать, будет подталкивать. Либо вы что-то в себе отрицаете, и вот это отрицание, оно усугубляет, усугубляет какие-то ситуации, они будут повторяться, будут в разных видах приходить к вам, чтобы показать, что вы что-то не хотите прорабатывать. А выше вы с этим не пройдете, не вознесетесь. То есть это будет лежать в ваших глубоко, в ваших клеточках, не только в тонких телах. Вся информация лежит на клеточном уровне, она лежит в нашей ДНК. Поэтому пока все это не будет очищено, эти люди будут приходить, и приходить, и будут вас тирать. Поэтому нужно убирать причины. А пока у меня, к сожалению, время выходит, у меня слышно, пожалуйста, напишите, я хотела дать вам и медитацию, и практику. Есть у меня просто один маленький совет, небольшой совет вам, который вам поможет хотя бы не завязать избыточной какой-то лишней кармы с теми людьми, с которыми вы еще не знаете, как поступить. Допустим, вы не попали на этот тренинг по практикам исцеления отношений на данный момент, но запишитесь тогда в другую группу. Просто пришлите заявку, что вы готовы в этой группе участвовать. И мы с Натальей организуем эту группу по вашим запросам. В тот момент, когда вы будете готовы. Если вы хотите уже сейчас посмотреть и узнать, как другие люди проходили очищение своих завязок, получите готовый тренинг. Но я вам хочу дать все равно хоть какой-то инструмент, чтобы вы ушли хоть с чем-то. Потому что вам уже сейчас, после того, как вы вышли на такой уровень осознанности, захочется уже применять это. Поэтому я вам даю такой универсальный инструмент, когда вы уже завязались в какие-то сложные диалоги, и вы не можете, не знаете уж, как с этим человеком поступить, а он никуда не исчезает, он не растворяется. Вы ему посылаете любовь, он не стирается, он не перестает проявлять к вам негативные эмоции. И вы не знаете, что с ним делать. Постарайтесь, как минимум, не завязать избыточную с ним узел, вот эту привязку не создать. Поэтому просто про себя или вслух произнесите следующую аффирмацию. Это даже не аффирмация, это некий такой вот настрой, это намерение, которое вы должны принять всем своим сердцем. Я признаю, что, называйте этого человека, этот человек есть божественный святой дух, света, чья жизнь имеет ценность. Вот это уже позволит вам не завязать новый виток каких-то событий, целых событийных потоков. Вам нужно не просто это произносить, я еще раз сейчас повторю, вам нужно это принять всем своим сознанием. И когда эта установка, она в вашем сознании начнет укореняться, вы поймете, и вы начнете видеть глазами духа, вы начнете видеть тот узор, который дух разыгрывает, но вы не видите, и душа пока не видит, она страдает. Высшее яро посылает какие-то ситуации, которые душа тоже боится проходить, она тоже живое существо, душа иногда некоторые вещи здесь не приемлет, ей здесь очень тяжело в этих вибрациях. Поэтому повторяйте про себя. Каждый раз, когда вы завязываетесь в каких-то очень сложных отношениях, просто про себя повторяйте эту фразу. Я признаю, что этот человек, назовите его имя, есть божественный святой дух света, чья жизнь имеет ценность. Тем самым вы признаете его как часть мироздания, которую вы отрицаете, как часть единства нашего в свете, потому что в свете единого мы все одни клеточки одного организма. И отрицая хоть какую-то клеточку, допустим, пока вы не видите в себе причины, почему этот человек вам зеркалит, какие-то недостатки, или он хочет, чтобы вы какие-то раскрыли в себе какой-то потенциал души, и вы не готовы, постарайтесь хотя бы не зависать с ним лишней кармы, потому что она вас откатит назад. У вас будет запись, Татьяна, и вы сможете это повторить. Эта фраза очень короткая. Скажите своими словами, поймите суть этой самой идеи, что признайте в другом человеке его божественный святой дух, чья жизнь имеет ценность, и вы тем самым уже снизите напряженность ваших отношений. Друзья мои, но я не могу 10 раз повторять, и, к сожалению, вы в записи все найдете. А сейчас я хочу вам спросить Наталье, можно ли еще дать хотя бы молитву, медитацию. Если есть у меня еще немножечко времени, я вам могу дать еще одну практику на осознание. Татьяна, у нас время в 21.00 начинает другой эксперт, еще время без одной минуты 29 часов, поэтому у нас есть определенные правила. Я предлагаю. Мы и так уже задержались, пока я поставлю. Но, к сожалению, время уже мое вышло, и я благодарю всех за терпение, потому что, к сожалению, сегодня технически не удалось дать все, что я хотела вам дать. Есть очень сильные еще молитвы и практики на освобождение и осознание. И эти практики мы будем в живой группе прорабатывать непосредственно лично с вами. То есть вы будете брать конкретную свою ситуацию и развязывать себя из сложных шеней. Я желаю всегда использовать принцип зеркал для дальнейшего духовного роста. И чем выше мы будем подниматься в единство, тем больше он вам будет служить. И будет служить вам настолько, что вы получите такие духовные дары, которых вы даже не подозревали. Вы раскроете такие в себе алмазы, сокровища просто, когда вы увидите, сколько вокруг вас мастеров светлых. Это все ваши отражения, ваши способности, которые вы пока в себе не приняли, не признали. Я всех жду на практике, которые развяжут вас и выведут на совершенно другой виток эволюции. Благодарю Наталье и всех за терпение. Простите сразу за те технические неполадки, которые выбивали меня из студии. Возможно, энергетически что-то происходило, возможно, проработки идут. Я всех благодарю, намасте, передаю слово Наталье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!